Здравствуйте, уважаемые любители баяна! С вами я, Нина Тритониченко, на канале Тритонина, с очередным 32-м выпуском урока «Учимся играть на баяне». Сегодня у нас с вами будет очень интересный урок, поскольку сегодня мы будем разбирать очень необычную пьесу. Пьеса называется «Прилюд» композитора и баяниста Корецкого. То есть это не переложение, она написана была для баяна. И, ну, скажем так, это вам вместо этюда. То есть она звучит и как классическая мелодия, и вы будете учиться чему-то новому. Сейчас я вам эту пьесу покажу. Вот здесь мелодия идет в левой руке, если вы можете видеть. Не знаю, насколько вам удобно видеть. Видите, тут в левой руке, вот у нас левая рука, вот, вот, ноты написаны для левой руки. Все идет басами, аккордов у нас здесь нет, и все идет четвертными нотами. Фотографию этого музыкального произведения вы, как всегда, сможете найти на моей профессиональной странице в фейсбуке, которая называется по-английски «Chromatic Button Accordion by Young Lessons». Ссылочка будет в описании. Так что эту пьесу желательно учить по нотам, иначе не выучите, потому что она намного сложнее с моей точки зрения, чем то, что вы учили до этого. И, как обычно, я сейчас эту пьесу для вас сыграю, а потом будем ее разбирать. Значит, размер у нас здесь 4 четверти, пьеса медленная, темп модерата. Модерата – это достаточно медленный темп. И легато. Ну, не знаю, я не чувствую здесь, что нужно играть легато. Мне кажется, здесь нужно играть левой рукой не связано. Ну, вот так вот я эту пьесу чувствую. А вы, если хотите, можете играть легато. Ну, вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Вот таким образом пьеса тут состоит. Раз, два, три, четыре. Из нескольких частей. И каждая часть повторяется. Ну, собственно, так как я сыграла. Каждая часть звучит два раза, поскольку здесь стоят знаки повторения. Или, правильно будет сказать, репризы. Так, начинает здесь левая рука, то есть басовая партия. А в правой руке у нас два такта паузы. Я сейчас буду играть левой рукой и считать. На и здесь можно не считать, поскольку у нас нет восьмушек. Раз, два, три, четыре. 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 Как вы видите, здесь мелодия все время повторяется, за исключением некоторых добавлений. Нотки у нас идут здесь до, соль, ля, соль, си, соль, ля, соль. Почти всё время, да? Сейчас я сыграю с названием нот. Но я не буду играть всё произведение. Или я могу сыграть всё произведение, но без повторений. До, соль, ля, соль, си, соль, ля, соль. Так, будто она виднее. Левую руку. До, соль, ля, соль, си, соль, ля, соль. До, соль, ля, соль, си, соль, ля, соль. До, соль, ля, соль, си, соль, ре, соль. ДО, СОЛЬ, ЛЯ, СОЛЬ, СИ, СОЛЬ, РЕ, СОЛЬ, ДО, СОЛЬ, ЛЯ, СИ, ДО, СОЛЬ, ДО. Вот таким образом. Здесь в нотах две аппликаторы, если говорить о левой руке. Я использовала аппликатору, которая написана под нотами. То есть с использованием вспомогательного ряда. Там есть еще одна аппликатора над нотами. Там, если говорить об этой аппликаторе, там вспомогательный ряд почти не используется. Но мне кажется, что удобнее играть с использованием вспомогательного ряда. Всегда удобнее так играть. Пальцы я брала третий на ДО, второй на СОЛЬ, Четвертый на ля вспомогательный от ФА и второй на СОЛЬ, потом СИ вспомогательный от СОЛЬ, СОЛЬ вторым, ЛЯ четвертым, СИ вспомогательный от СОЛЬ, потом СОЛЬ, потом ЛЯ четвертым пальцем вспомогательный от ФА, и СОЛЬ вторым пальцем. А когда появляется РЕ, там еще есть РЕ, то РЕ можно брать пятым пальцем, ну или четвертым, как здесь написано. Собственно говоря, я думаю, что все понятно. Так, теперь будем разбирать правую руку. Надеюсь, что будет видно. Я уже так постаралась камеру выставить, вернее, телефон, чтобы все было видно. Так, у нас правой рукой тоже все очень интересно и необычно. у нас игра аккордами. Аккорды нужно брать одновременно все нотки, тогда получится красивый аккорд. Не так, а вместе. Вот, это тоже надо потренироваться. Так, я сейчас сыграю и буду считать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяем. Раз, два, три, четыре. Так, тут я еще забыла сказать такты. Третий, четвертый, пятый и шестой нужно играть на октаву ниже, чем написано, потому что здесь у нас под нотами восьмерочка. Сейчас я попробую показать так, чтобы было видно. Вот она. Вот она, эта восьмерочка, видите? Это значит, если она над нотами, то нужно играть на октаву выше. Если она под нотами, то нужно играть на октаву ниже. Опять же, если ваш баян, это позволяет. Если у вас баян стобасовый или восьмидесятибасовый, там меньше кнопок, ничего страшного, если вы всю пьесу сыграете в одной октаве. Но если играть, как написано, то будет значительно красивее. Вот. Сейчас я сыграю то же самое и уже буду... В этот раз я играла, не меняя, не играя на октаву ниже. Сейчас я сыграю так, как здесь написано, часть пьесы на октаву ниже. И буду называть ноты в аккордах. Так. Первые два такта у нас в правой руке паузы, поскольку играет левая рука. Да? Я начинаю с третьего такта и объясняю. Еще раз. Третий, четвертый, пятый, шестой такты звучат на октаву... Должны звучать на октаву ниже. То есть сейчас я сыграю так, как положено, как здесь написано. И не буду повторять. То есть здесь играются четыре такта, а потом они повторяются. Для экономии времени сейчас я этого делать не буду. Так. Соль, до, ми. Я ноты называю самой нижней. Нижняя, средняя, верхняя. Все всегда ноты я называю самой нижней. Соль, до, ми. Ми, соль, до. Фа, си, ре. Соль, до, ми. До, ми, соль. Соль, до, ми. Ми, соль, до. Фа, си, ре. Дальше идет повторение, я не повторяю. А дальше мы уже играем, как написано. То есть не играем на октаву ниже, а играем, как положено. Ми, соль, до, ми. Ми, соль, до. Фа, си, ре. Соль, до, ми. Соль, до, ми, соль. Соль, до, ми, соль. Соль, до, ми. Фа, си, ре, фа. Этот аккорд у нас состоит из четырех нот. Соль, до, ми. Ми, соль, до. Соль, до, ми. Фа, си, ре. И ми, до. В этой пьесе также есть динамические оттенки. То есть вначале нужно играть мецепиано, достаточно тихо. Это у нас в первом такте. Ну, все это можно увидеть, когда вы распечатаете ноты. Это важно. Вот, видите мецепорта. Дальше у нас идет вот такая вилочка. Это значит постепенно делать громче. Вот, если вилочка идет в эту сторону, это значит громче. Если в обратную, это значит играть тише. Но здесь в этой пьесе, если вы видите вилочки, вот они все идут в одну сторону. Это играть громче, играть громче, играть громче. И уже в самом конце, вот, вот такая вот вилочка, которая идет в эту сторону. Это значит постепенно затихая и закончить музыкальное произведение очень тихо на пианиссимо. Пальцы, если говорить об аккордах, то это либо 2-3-4, либо 3-4-5, либо 2-3-4-5, если у нас аккорд состоит из четырех звуков. В этой книжечке, сейчас я вам покажу эту книжечку, вот, первый-третий класс музыкальной школы баян, видите, здесь, поскольку она рассчитана для начинающих, то здесь вся аппликатура, аппликатура это какими пальцами играть, написана. Поэтому очень вам рекомендую сфотографировать и распечатать эти ноты по ссылке, которая будет в описании. На сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Всего вам хорошего.